Валентина Пантелеевна хохочет и говорит, Татьянка, обогрели меня. Понимаете, даже дети, вот не только о них должны заботиться. Дети, вот видя такое вот чёткое отношение, да, заботятся о других. Им хочется, чтобы всем было комфортно, уютно, да? Да, да. Вот, там вот кухня, я же говорю, что там у кого-то чайнички есть, там какой-то кипяточек, ну, всё-таки как-то согревается. В кухне, говорю, девочки, пока вот сегодня света нет, ставьте большую кастрюлю. Вот сегодня бегают за водичкой горячей. Ну, что, напились горячей водички в промежутках, там покушали, там что-то выпили горяченького. Ну, в общем, медсестра бегает. Ну, и я вам скажу, что как-то стараемся, девочки, вот здесь стёкла берегут, там моют, там ещё где-то. Вы обратили внимание, вот я всегда говорю, когда-то пришла санитарная станция, говорит, ой, это вы к нашему приходу, это, вы знаете, я не работаю ни на комиссии, я работаю здесь ради детей и создаю им нормальные условия. Детям нужен свежий воздух, да, а не мозги у них какие, да? Поэтому я буду это делать, несмотря ни на что. Ну, и дети любят порядок. Если вы обратили внимание, фрешите, ни одной бумажечки у нас нет. И вы придёте в любое время. И ничего этого не увидите, вы увидите чистоту, уют и порядок. Потому что на это настроена вся работа нашего коллектива и дети. Нет, ну сам факт, что приходят и говорят, фу, мы дома, да, вот это же замечательно просто. Да, так что вы понимаете, ну, и понимаете, что жизнь прожит, а не зря ещё будешь жить. Вот, и вот этими воспоминаниями, как девчонки мои говорят, «Татьяна, а вам уже пора мемуары писать». Я говорю, да ладно уже вот это вот. Ну, это действительно так, знаете как. Ну, вокруг, о, между прочим, не мемуары, промежутков между всем. Ну, похвалюсь, это уже так. Учебное пособие? Да, у меня учитель истории. Что такое учитель истории? Вот учебники, которые открыла, и календарное планирование приспособится к тому, к реалиям и тем учебникам, но это невозможно. Вот, ну, я взяла литературу, проработала, и вот написала сама календарное планирование на первое полугодие. Ну, здесь у нас 26 уроков, видите, каждому там со словариком, с работой. Выбрала самые главные такие вот темы, история нашего родного края, начиная с тем древних времен. Вот, а вот это уже учебное пособие, здесь на 38 уроков, это уже вторая часть. Вот мои дети работают с учебниками. Понятно. Да, пока это там придут учебники, не придут, пока будут... А у вас уже есть. А у меня уже есть, да. Ну, я еще даже вот на Украине, ну, это я сделала, отдала в штыльный свет в печать. Ну, здесь вот, вот, бачит Татьяна Архипова. Основа правовых знаний. Да, основа правовых знаний. Это у меня девятиклассники, и для них не было учебника. И я тоже села, проработала все темы, да. Но здесь оно более такое, знаете, ну, для этого я год сидела кропотливо, работала вот с этими рисунками, схемами, со всем. Ну, естественно, кто же теперь, кто я, кто, кто я, сепаратистка, да? Да. Но кто теперь это в Украине, напечатает материал сепаратисты, понимаете? Так что я думаю... Так там же все подменено уже, уже все эти правовые знания, европейская модель идет и все остальное прочее. Да, ну, я... То есть совсем другое все идет. Ну, вы знаете, я не жалею. Лучше, лучше правда и лучше... Оно все равно не пропадает зря, оно все равно остается, где-то доработается, где-то как-то, где-то поменяется вот по реалиям, и все. Так что, знаете, вот так вот стараемся детям давать знания, реальные знания давать.